Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха МакВлайн. Сегодня одна из самых любимых моих тем. Это тема переезда в деревню, ну и недвижимости в деревне. Будем говорить о маленьких, приятных, уютных домиках. Видео будет состоять из двух частей. В первой части несколько примеров дешевых домов в деревне, в которые можно вот прям покупать и переезжать. Все домики с бюджетом до 40 тысяч рублей. Ну и во второй части поделюсь собственным опытом, опытом моих знакомых по тому, как правильно выбирать домик в деревне, на что стоит обратить внимание и как же в этом деле все-таки не прогадать и купить самый удачный вариант. В общем, оставайтесь с нами, мы начинаем. Ну и для начала давайте я вам покажу несколько домиков, которые нашел на Авито по крайне приятным, интересным ценам. И самое главное, что в объявлениях написано, что в этих домах можно жить. Пример номер один. У нас Костромская область. Дом стоит 20 тысяч рублей 30 квадратных метров. Это сруб. Да, сразу хочу сказать, что все дома в этой подборке, это будут, естественно, срубы, потому что кирпичные и каменные дома 20-30 тысяч рублей, увы, не стоят. Хозяин дома пишет, что дом под дачу или кто хочет заняться сельским хозяйством, земли, море. Соответственно, друзья, если есть цель заниматься сельским хозяйством, то, наверное, стоит присмотреться вот к этому домику в Костромской области. В целом домик выглядит неплохо. Не сказать, что прям гнилушка. Я думаю, что небольшой косметический ремонт. И летом там точно можно жить. Переходим к дому номер два. Находится он в Омской области. Стоит 25 тысяч рублей. И площадь у него 30 квадратных метров на участке 10 соток. В этом объявлении много фотографий домика изнутри. И выглядит он крайне приятно. И печечка есть, какие-то занавесочки висят. Видно, что домик такой ухоженный, жилой, палый, по-моему. То есть, соответственно, в этом домике, в принципе, ну, судя по фотографиям, жить можно. Да, это будет не самая приятная жизнь на свете, потому что нужно будет печку топить, воду таскать. Ну, как-то, смотрите, вот приятный. Ну, наверное, это ощущение складывается из-за того, что вот шторочки висят, и полы такие яркие, красные. И прям такой сразу живой облик дома появляется. В общем, друзья, обратите внимание на этот дом тоже. Переходим мы к следующему домику. Находится он в Алтайском крае. 70 квадратных метров. Это достаточно большой дом. 30 тысяч рублей. Участок 20 соток. Здесь что примечательно, что дом находится на берегу лечебного Кулундинского озера. К сожалению, я не знаю, что это за озеро. Но, судя по всему, друзья, что-то очень хорошее. В объявлении, опять же, написано, что и экология хорошая, и озеро рядом. Соответственно, друзья, если есть желание отправиться в деревню, за тем, чтобы поправить здоровье, за тем, чтобы дышать свежим воздухом, вот, наверное, это хорошее объявление и хороший дом. Сам домик, кстати говоря, выглядит достаточно неплохо. Я бы сказал, бодро. Думаю, что состояние у него вполне себе жилое. Есть надворные постройки, что тоже весьма приятно. Ну и выглядит это все, знаете, так немножко по-сказочному. Травка, дерево, домик прям уютненько. Следующий дом тоже Алтайский край, 30 квадратных метров и стоимость 30 тысяч рублей. Видно, что человек давно его продает, потому что фотографии зимние. Что-то, наверное, не то с этим домиком, если не получилось зимы продать, тем более за 30 тысяч рублей. Что пишет? Продаю недорогой двухквартирный дом напротив мельницы, рядом река, опь и центр. Пока без документов, документы сделайте сами. Да, это, конечно, недостаток, ну, в плане отсутствия документов, но опыт показывает, что это не так уж сложно сделать. Особенно если, ну, с правильной стороны зайти вот в сельсовет, то все легко и быстро делается. Прикладывается, кстати говоря, такая аэросъемка. Видно, да, что вот домик стоит на пересечении дорог, прям через дорогу мельница, но я не знаю, как это должно повлиять на цену дома. Но вот за мельницей уже, видите, речка. Соответственно, если покупать дом для рыбалки, речка недалеко, совсем здорово. Ну и что по самому дому? Обратите внимание, что у него пластиковые окна. Это значит, что ремонт делался, ну, самое большее 10 лет назад, и дом вполне себе жилой, с пластиковыми окнами. Это хороший признак. Едем дальше. Кировская область, дом 45 квадратных метров и стоит 35 тысяч рублей. 30 соток земли, между прочим, прилагается к этому дому. Тоже много фотографий внутри дома, тоже русская печка, тоже вполне себе жилой, приятный, деревенский. Ну, вид имеет этот дом. По мне так очень даже приятно, очень даже по жилому. Сам домик зарос, конечно, сильно. Его сверху не видно. Видно, что это сруб. Видно, что есть на чердаке какое-то слуховое окно. В общем, думаю, что не так много средств потребуется для того, чтобы привести этот дом в порядок. Ну и, судя по той подборке, которую я сегодня сделал, домик в деревне по объявлениям на Авито найти все-таки можно. Да, вероятнее всего, это будет не самый лучший дом на свете. Придется и печечку потопить, и воды потаскать, и удобства, вероятнее всего, да невероятнее всего, а 100% будут где-нибудь во дворе. Но, с другой стороны, ведь люди, которые ищут деревенской, сельской жизни, наверное, они хотят чего-то подобного. Ну, а в целом, друзья, если говорить о выборе дома в деревне, то на что стоит обратить внимание, и как же все-таки подступиться к этой нелегкой задаче? На мой взгляд, покупать дома в деревне по объявлениям это, ну, так себе затейка. По той простой причине, что самые лучшие дома, они продаются, знаете, через знакомых. Соответственно, путь номер один, это найти знакомого в деревне, ну, и пытаться через него узнать, есть ли дома на продажу. Если такого знакомого нет, то поступаем следующим образом. Во-первых, нужно искать не конкретный дом, а нужно искать деревню или район, который вам больше всего нравится. Ну, во-первых, на листочек нужно написать, что вы вообще хотите от загородного дома. Хотите ли вы там жить на постоянной основе, или приезжать на лето, или приезжать на выходные, и вот все эти три показатели, это все разные домики будут. Соответственно, нужно понять, кто вообще такой и зачем вам дом. То есть, либо вы рыбак, и нужно искать дом на берегу моря или озера. Либо вы охотник, рядом, значит, должен быть лес или каким-то охотничьим годом. Либо вы хотите заняться сельским хозяйством, и нужно обращать внимание на то полдородная почва, неплодородная, возделанный участок или невозделанный. Ну, в общем, все зависит от конкретных хотелок, конкретных задач конкретного человека, который ищет дом. Когда вы с этими хотелками разобрались, то мы просто открываем карту региона и начинаем искать подходящее для вас место, чтобы речка была рядом, и там пруд, или лес, или рядом были огромные поля. Например, вы хотите завести себе пасеку, соответственно, рядом должны быть поля, на которые высаживаются те или иные растения, и с этих растений пчелы вам будут приносить мед. Определяемся с регионом. В этом регионе находим несколько деревень, и мы едем в эти деревни, и ходим по местным жителям, и спрашиваем, не продается ли здесь дом. Потому что, ну, вы сами понимаете, да, дома, которые выставляются на продажу на Авито, скорее всего, для того, чтобы разместить это объявление, он уже посмотрел чужие объявления в том же районе, в этой же области. Он понимает, сколько примерно должен стоить этот дом. Соответственно, дешево он его продавать не будет. Но, если приехать в деревню и искать дом самостоятельно, то вот как раз в этом случае есть возможность найти что-то интересное. Все прекрасно знают, что в деревнях обычно люди живут такими большими кланами, семьями. То есть, одной семье принадлежит зачастую несколько объектов недвижимости. Мы приходим к какому-то дедушке. Говорим, дедушка, слушай, тут дом нигде не продается. А у деда, например, там была какая-нибудь кума или тетка на другом конце, которая давно померла, а дом стоит. Деду он не нужен, налоги за него платить надо, коммуналку платить надо. А продать дед не имеет возможности, потому что у него выхода в интернет нет. Он говорит, да, в принципе, там вот есть домик, можно посмотреть. Вот, вы сейчас будете смеяться, скажете, о, такого не бывает. Вот именно так дома и продаются. У меня вот точно так же купил дом себе отец для пасеки. Он просто приехал в деревню, нашел регион, который ему нужен, приехал в деревню, ходил по домам. Ну и какой-то дед говорит, слушай, ну вот у меня тут за двором бабкин дом, посмотри, сходи, я там свиней держу. Отец сходил, посмотрел, в итоге 2-3 года ремонт хорошего, и все, в доме можно жить. Примерно такая же история у многих моих знакомых, на самом деле, была. Просто люди ходили по деревне, узнавали, что да как, где, чего почем. Ну, собственно, вот такой путь, он наиболее приемлемый, если вам нужен недорогой, хороший домик в деревне. Нужно все-таки поднять пятую точку с дивана и отправиться в эту самую деревню. Найти дом в интернете, к сожалению, проблематично. Это был Миклуха Макфлай, друзья, живите там, где вы хотите, и получайте от жизни максимум удовольствия. Пока-пока.